Здравствуйте, уважаемая экспертная комиссия. Мы ученицы 11 класса Кандаласской среднеобщепрозавательной школы имени Витра Сергеевича Пронова. Нас зовут Старинская Александра и Николаева Виктория. Тема нашего исследования – стрит-арт в благоустройстве микрорайона Кандаласа. Преобразование городской среды при помощи стрит-арта началось в Икутске 4 года назад. Стены многоэтажа в городе начали украшать яркими муралами на этническую тематику и произведениями современного искусства. А общественные пространства – арт-инсталляциями. В результате ничем не помечательные места теперь становятся для горожан объектами протяжения. Цель нашего проекта – изучить особенности стрит-арта на территории Республики Сахай-Кутия. Задача проекта – изучение истории стрит-арта, образ жителей микрорайона Кандаласа с целью уяснения их мнения по поводу внешнего вида домов нашего микрорайона, разработка модели дома, украшенного муралом. Гипотеза на создание мурала влияет множество факторов. Стрит-арт – это направление в современном изобразительном искусстве, отличительная особенностью которого является ярко выраженный фурганистический характер. История стрит-арта в Якутске начинается с работ авторства Кабиана Игнатьева, которые были выполнены на стенах общежития на улице Кирова, были созданы в 2016 году совместно с коллегами-подожниками и при поддержке строительной фирмы 7С. На первой изображен дух природы – Аан, Алахчан, Ходин. Мурал – это уникальный вид моментальной живописи, в котором присутствуют черты как в традиционной треске, так и современного стрит-арта. Создания искусственным художникам и габаритными произведениями искусства могут различаться по таким параметрам, как тематика, техника, тип, жанр и стиль. Трудности с реализацией муралов. Основная сложность заключается в физической подготовке. Нужно много лазить по лесам, поднимать краску и делать это аккуратно, чтобы вся конструкция не тряслась. Для актуализации темы и уточнения желаний от насельчан провели опрос в угол формы населениями проведенных анголазов. Всего приняло участие 120 человек. Проанализировали полученные данные. Мы пришли к выводу, что большую часть жителей поселка не устраивает вид нашего микрорайона. Мы подготовили эскизы возможных муралов и поставили жителей микрорайона на выбор. Победил первый рисунок, который представляет нашу природу. Исходя из инвестирования, мы нарисовали эскиз, который набрал больше всего голосов. Так как «Дома-2», мы решили рисунок нарисовать двух сезонов лета и зима. Первое – мы подобрали масштаб эскиза под размер макета. Второе – сделали два наброска. Далее происходила детализация и раскраска рисунков. Потом мы вырезали рисунки. Для создания макета мы использовали следующий материал. Картон, ножницы, канцелярский нож, скотч, клей ПВА, газета, гуашь и кисти. И создали макет, который виден на вашем экране. В процессе нашего проекта мы узнали о том, насколько уникальна реализация стрит-арта. Не только в суровых условиях нашей республики, но и в целом. В ходе проекта выдвинутая гипотеза была доказана. Создание муралов – действительно трудоемкий процесс, на который влияет множество факторов. Стоимость создания варьируется и зависит от размера дома. Но учитывая, что большинство муралов рисуется на крупных зданиях, можно сказать, что это не дешевое занятие. Кроме того, не каждый человек способен осуществить такое грандиозное творение. Спасибо за внимание.